Хоккеисты Алмаза вышли из отпуска в самом начале июля и сразу приступили к тяжелым тренировкам. После втягивающей работы в Череповце команда провела ударный сбор по ОФП в Адлере. Теперь пришло время выйти на лед для налаживания игровых связей. Кроме того, у днёдорьба за место в составе, так как претендентов намного больше, чем вакансий. На данный момент 30 человек, 6 пятерок. Половина ребят есть полноценные контракты, половина на просмотровых контрактах. Но думаю, после турнира мы уже определимся, кто останется с нами, кто дальше поедет куда-то, другие команды. Конкуренция в одном случае хорошо, что все больше работают, все хотят заработать в какое-то место в этой команде. И из этого будут команды сильнее. Состав с прошлого сезона сильно омолодится. Как обычно, многие лидеры ушли по возрасту. Кто-то уже работает в главной команде клуба и по ходу чемпионата, возможно, сыграет и за Алмаз. Подготовка проходит хорошо. На сборах отработали на земле в Сочи. Сейчас вышли на лед. Потихоньку вкатываемся, готовимся к сезону. Совсем скоро Алмаз проверит себя в матчах с соперниками из МХЛ. 26 июля в Череповце стартует традиционный турнир памяти космонавта Павла Беляева. Болельщиков, правда, на трибуны пока не пускают. У хозяев две команды – Алмаз и Металлург. Соперниками череповчан станут Крылья Советов, Тайфун, Спартак и Атлант. Но все мысли все равно о предстоящем чемпионате. «Задача, полу-офф – это все понятно. Хотелось бы с более высокого места, конечно, попасть в полу-офф. Но не хочу загадывать. Конечно, амбиции есть по сравнению с тем годом. Пока не могу ничего наперед сказать. Будем уже ближе к сезону разговаривать». «Задача самая максимальная. Все хотят попасть, во-первых, в полу-офф. Занять как можно выше строчку в турнирной таблице. И чтобы выйти на хорошего соперника. И в полу-офф будет уже видно, как будет игра. И, конечно, хочется губы Хриламова. Это, мне кажется, мечта любого хоккеиста в этой команде». Сезон в МХЛ стартует в сентябре. Время для того, чтобы выбрать оптимальный состав и успеть его наиграть у тренерского штаба есть. Владимир Сентябрёв, Анатолий Хулин. Новости.